Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отображение из множества натуральных чисел в пространство f от x называется функциональной последовательностью. Что получается? Мы берем произвольный номер n, а ему ставим в соответствие некоторую функцию с областью определения x. Обозначение, ну вот такое, наверное, такое же, как и для последовательности чисел, для последовательности точек в n-мерном пространстве. Трудность в том, что когда мы возьмем значение n-ого элемента, то это уже не точка в нашем геометрическом понимании. Это точка в функциональном пространстве. У этого элемента имеется структура. y равное fn от x это функция. То есть это последовательность функций. Теперь, что мы делаем? Картинку давайте нарисуем такую для понимания. Вот это отрезок, промежуток, это множество x. Это ось y. Вот график первой функции, допустим. А вот график второй функции, ну и так далее. Все графики в полосе в этой будут. Раз я взял x в промежуток, то это полоса. Теперь сделаем так. Возьмем, зафиксируем число какое-нибудь из множества x. Оно порождает это число. Числовую последовательность. Давайте сравним записи. Не так. Вот так. Вот это уже числовая последовательность. Вот это вот значение первого элемента. А вот значение второго элемента. Ну и так далее. А теперь давайте допустим, пусть для любого x существует предел fn от x, когда n стремится к бесконечности. Мы обозначим этот предел f от x и допустим, что этот предел число. Это все мы допускаем. Другими словами, числовая последовательность fn от x сходящаяся. И в этом случае мы говорим, это определение у нас появилось, что на x, вот я написал, для любого x, но давайте точнее, для любого x из x большого. На x большое функциональная последовательность сходится поточечно. Мы на этом остановились на прошлой неделе. Что является результатом поточечной сходимости, функциональной последовательности на всем множестве x? Результатом является возникновение новой функции с той же областью определения. Это предельная функция. Лемма. Если функциональная последовательность fn сходится поточечно на x, то предельная функция y равная f от x единственная. Ну, тут нечего доказывать. Потому что для каждого фиксированного x предел числовой последовательности единственный. Вот и все. Тут важно просто напомнить этот факт. Ну, следующее определение. Следующее определение будет то, ради чего мы собрались. Это равномерная сходимость. Но прежде чем его дать, мы сейчас сделаем следующее. Я сейчас вот этот факт, а именно наличие поточечной сходимости запишу длинно. Вот я, знаете, начал писать. Смотрите. Пусть для любого x существует предел. А давайте я расшифрую вот наличие этого предела. Ведь мы же знаем, что такое предел. Для любого x. Вот это я сейчас все длинно-длинно запишу. Что же у меня получится? Давайте писать. Для любого x. Значит, еще раз. Что я сейчас пишу? Я расшифровываю наличие поточечной сходимости для функциональной последовательности на неком множестве x. Итак, говорю я. Для любого x из x большое и для любого ε больше нуля. Давайте тороплюсь. Вот тороплюсь. Хочу еще раз написать. Давайте напишем так. fn сходится к f поточечной на x, если... Вот я и заново. Для любого x из x большого и логическое, для любого ε больше нуля, существует такой номер. Вот теперь я хочу этот факт подчеркнуть. От чего зависит этот номер? По логике рассуждения от всего, что было раньше, такой, что... А вот я продолжу. Такой, что для любого номера, который не меньше существующего, выполняется... Продолжу. fn от x минус f от x меньше ε. Вот так. Написали. Вот как длинно получилось. Значит, я хочу подчеркнуть, что выбор того большого n, начиная с которого все замечательно, зависит от точки x. А вот теперь я дам определение равномерной сходимости функциональной последовательности. Вот это я пропускаю. Я начинаю сразу отсюда. Для любого ε больше нуля, существует такой номер, ну, зависящий только от ε, что для любого x, вот сюда теперь попало, принадлежащего x большое и логическое, для любого n, которое не меньше, чем вот это n большое, выполняется что? Да то же самое выполняется. Вот так. Логическая конструкция другая, а результат тот же самый. В чем принципиальное отличие? А в том, что номер один на всех. Так, что бы это означало? На картинке геометрическая интерпретация. Обратите внимание, что в наших определениях фигурирует уже таинственная функция f. Определение равномерной сходимости, основной последовательности, вот давайте я запишу, к функции f. Она присутствует в определении. Это не очень, конечно, хорошо, но для определения, пожалуй, так и пройдет. Значит, картинка будет такая. Вот в дополнение к той картинке, которую я рисовал, я нарисую график еще одной функции. Какой? Ну вот той самой таинственной функции f. Вот функция f. Это ее график. Так, замечательно. Теперь, давайте я нарисую ε трубка графика f. Что это значит? А это значит, что я возьму график функции f от x минус ε и плюс ε. Вот это вот будет минус ε, а это будет плюс ε. Вот так вот. Значит, это будет f от x минус ε, а это f от x плюс ε. Что такое ε трубка? Это подмножество плоскости между этими графиками. Ну, давайте напишем. Это множество таких точек x, y. Это же множество, правда? Каких? Таких, что x принадлежит x большому, и при этом, вот он, x принадлежит x большому, вот это x большое. И при этом, y меньше f от x плюс ε, но больше f от x минус ε. Вот это и есть ε трубка. Так что говорит нам вот это определение? Это определение говорит следующее. Ну, вместо того, чтобы говорить для любого ε, я скажу так. Для любой ε трубки графика f существует такой номер, что все графики, все графики функций fn, где n больше n большого, принадлежат ε трубке. Ну, может быть, здесь я перестарался. Существует ε, не надо здесь писать ε трубка. Существует для любого ε, извините, для любого ε больше нуля. Тогда вот это вот не нужно. Давайте заново. Начало будет такое, как здесь. Для любого ε больше нуля существует такое n большое, что все графики функции f с номером n малое, где n малое больше n большого, все графики, какие, принадлежат ε трубке. Ну, вот вроде все слова сказал, теперь рисуем. Значит, что имеется в виду? Я беру любое число ε, рисую трубку. Потом я говорю, я выберу такой номер, что если буду номера брать побольше, то графики окажутся вот здесь. Вот это график будет f с индексом n малое. Ежели я возьму ε поменьше, то есть трубочку потоньше, то надо будет этот номер, наверное, увеличить. Вот это и есть равномерное сходение. По-моему, лучше, чем на картинке, не объяснить. Теперь лемма нетрудная, на мой взгляд, просто объясняющая очевидное о связи чего. По точечной сходимости и равномерной сходимости. Первое утверждение. Наверное, из одной следует другая. Пишем так. Если fn на х равномерно сходится к f, то тогда fn сходится к той же функции f поточечно. Поточечно. Второе утверждение. Если fn поточечно сходится к f, то равномерно fn может, а может быть и нет, может сходиться только к f. и третье. А что там у нас в третьем? А, понятно. Давайте обозначим xp, а слово point, подмножество по точечной сходимости. А х с индексом у унифом. Это подмножество равномерной сходимости. Тогда х равномерное включается в х поточечно, это включается в х. Вот что тут говорят нам утверждения. Первое утверждение говорит, допустим, вы знаете, что некая последовательность сходится равномерно на х. Ну, тогда она сходится и поточечно. Но если выполнена вот такая логика, а где эта логика? Если выполнена такая логика, то тем более такая. Более того, сойдется к той же самой функции. Второе утверждение говорит, пусть последовательность сходится поточечно. Если при этом окажется, что она сходится и равномерно, то это будет только та функция, которая сходится поточечно. Другой функции быть не может. Ну, в самом деле. Допустим, что функция сходится поточечно. Допустим, это ус дано. Теперь допустим, что она сходится равномерно какой-то функции. Но тогда она же по первому пункту сходится и поточечно. Правда ведь? Какой функции? В той же самой. Ну, вот все. Ну, тут это очевидные факты. И, наконец, третий, тоже очевидный факт. Значит, я, когда давал определение, у меня все время была буква x и xx. Но теперь смотрите-ка. Вот, допустим, у меня есть функциональная последовательность с областью определения x большое. Это область определения. Дальше я интересуюсь. При каких же x-ах имеется поточечная сходимость? Никто не сказал, что она во всех x-ах. Ну, может быть, вообще нет ни одной точки, где есть поточечная сходимость. Но если она есть, то это будет подмножество не шире того, которое было. А где та же последовательность сходится равномерно? равномерно на подмножестве, которое не будет шире, чем предыдущее. Привожу пример. В качестве примера давайте возьмем вот такую последовательность. То есть, последовательность одночленов. Какой здесь x? Так хоть вся числовая ось. Как выглядит картинка самая первая? Она выглядит так. При единице вот такой график, при двойке вот такой график, при тройке вот такой график, при четверке вот такой график. А дальше мне писать лень. Да и не нарисую. Теперь давайте искать. А где эта же последовательность сходится поточечная? Пожалуйста, отгадывайте или предлагайте, не знаю. Как? От минус единицы включая или нет? Нет, не включая. Потому что, когда вы возьмете минус единицу, то у вас при четных номерах вы будете получать один, а при нечетных минус один. Поэтому не будет поточечной исходимости. Ребята, ну нету тут предела. Вот тут предела нету. Значит, минус один не входит. А один входит. Потому что здесь при всех значениях мы получаем эй, такого же не может быть. Тут единица, здесь единица. Ну, где-нибудь в одном месте, наверное, должна быть единица. Ну, вот тут единица. Вот она. О, накулемал. Значит, еще раз. Для минус единицы предела не существует. А для единицы предел существует. Это единица. А если я возьму х по модулю меньше единицы, то х в степени н стремится к нулю, когда н стремится к бесконечности. Другими словами, что собой представляет таинственная предельная функция? Ноль. Но это где ноль? Только для х давайте это напишем. Это когда х меньше по модулю единица. И единица, когда х равняется единице. То есть я нарисую график предельной функции, то он будет выглядеть так. Тут шарик, тут шарик, тут график предельной функции и тут точка графика предельной функции. Значит, график получился разрывный. Ну, вообще большинство воспринимает появление разрывов как предательство. Ну, может быть, это и есть предательство идеи непрерывности. Брали непрерывные функции, а предельная оказалась разрывной. Ну, и последний вопрос. А где же множество равномерной сходимости? Ответ неправильный. Ответ ожидаемый. И хорошо, что вы ошиблись сейчас, а не на экзамене и не на контрольной. Вот обратите внимание, неверно считать, что вот на этом множестве у нас имеется равномерная сходимость. Вот давайте-ка я нарисую ту же картинку на вот этом множестве. Картинка будет выглядеть так, ребята. Это единичка, да? Вот это единичка, это минус единичка, это единички. картинка выглядит таким образом. С ростом номера что будет происходить? График будет вот так стелиться для четных номеров и вести себя, ну, допустим, вот так для нечетных. Но обратите внимание, что если я возьму эпсилон-трубку предельной функции, а какая здесь предельная функция? вот она, это нолик, предельная функция, вот он нолик, никакой единицы нет, ведь мы же выбросили единичку. Это понятно? Так вот, предельная функция ноль, если я нарисую для нее эпсилон-трубку с эпсилон-равным одной второй, то у меня не будет попадания чего? У меня не будет попадания графиков целиком в эпсилон-трубку. Обратите внимание, вот эти хвостики окажутся за пределами эпсилон-трубки. Так как же исправить? Как? Ну, это вы в крайности бросаетесь. для этого достаточно сдвинуться от этих точек на любой фиксированный отрезочек здесь влево, здесь вправо. Ну, например, значит, еще раз, ребята, я не предлагаю самое широкое подножество, на котором есть равномерная сходимость. Такого нет, здесь нету. Я предлагаю один из вариантов. Например, взять отрезок минус один плюс дельта, один минус дельта, для любого дельта положительного меньшего единицы. Чуть-чуть поджать. Стоит мне только поджать этот нехороший интервал, как я заставлю с ростом номера стелиться график близко к предельной функции и попадать в эпсалон трубку. Ведь только на самых хвостах, на самом краю происходят нехорошие эффекты. Вот это простой пример, его стоит обдумать. Итак, вот этого достаточно, чтобы получить подмноживство, на котором функция не функция, функциональная последовательность сходится равномерно. Значит, никто не говорит, что обязательно вот это подмноживство можно выбрать самым широким. В данном случае не получится. Так, какие, что там у нас там дальше идет? примеры есть. Пункт номер два. Пункт номер два. Давайте я вот эту красоту оставлю, а эти леммы уберу, потому что они понятны, очевидны. Значит, пункт номер два будет называться свойство, по-моему, или критерий, я уже забыл. Свойство равномерной исходимости. Давайте. Итак, пункт десять два. Свойство равномерной исходимости функциональной последовательности. Теорема. Три критерия равномерной исходимости. Критерий номер один. Критерий номер один. Ну, давайте, наверное, прежде чем формулировать, что-то тут начнем. Скажем так, Fn, а я забыл рассказать, как красиво обозначают. Fn равномерно на х сходится к функции F, не так, если это же в одну сторону, не если, а тогда и только тогда. О, вот так. А теперь будет три критерия. Критерий номер один. Предел при n стремящемся к бесконечности супремума Fn от х минус F от х, когда х принадлежит х большому, равен нулю. Это первый критерий. Второй критерий для любой последовательности числовой принадлежащей х большое выполняется предел Fn х n минус F х n когда n стремится к бесконечности равняется нулю. И третий критерий это все критерии. Ну тогда мы можем вот так вот так и вот так. И третий критерий это критерий Каши. Ну мы знаем это песня наверное. Для любого ε больше нуля существует такой номер который зависит от ε что для любого номера n побольше чем n большое и для любого натурального p выполняется что же будет выполняться так маловато 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 и для любого x принадлежащего x это я посмотрите вот это забыл написать ну я не ошибся то есть я я не написал вот это требование здесь в самом начале но это не принципиально если если хотите даже возьмите вот так вот скобки таких что вот это три требования что мы выбираем любое n побольше чем тот номер который взяли мы выбираем любое натуральное p и мы выбираем любой x так что же выполняется а выполняется вот что fn от x минус fn плюс p от x меньше и вот так вот это три критерия надо доказывать будем доказывать доказательства значит что мы сейчас сделаем вот давайте смотреть на первый критерий возьму номер n любое натуральное число дальше у меня возникает вот такая функция это ведь функция я беру супремум ее значений и получаю или число или может быть плюс бесконечность правильно так что же теперь получается вот все что я здесь написал можно трактовать как числовую последовательность которая принимает возможно еще и значение плюс бесконечность итак я рассматриваю последовательность которая каждому натуральному n ставит в соответствие супремум вот этот самый супремум так 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 супремум по х большому и принадлежит значение элемента чему неотрицательным числом и может быть плюс бесконечность вот такая своеобразная последовательность ну почти числовая мы такие не рассматривали ну сейчас рассмотрим ничего страшного так что я хочу сказать я хочу сказать следующее ну буду доказывать значит обещал что это же равносильно ну давайте доказывать вот в эту сторону в эту сторону если выполняется равномерная сходимость я по-моему ничего не вытер вот посмотрите вот это выполняется правильно вот это вот выполняется тогда это верно для любого х так же ведь но если это верно для любого х то тогда это позволяет нам перейти к супремуму значит из определения из определения вот это вот определение мы получаем что супремум fn от x минус f от x когда x пробегает x большое вот написано будет не больше чем эпсилон ну поскольку эпсилон произвольно то это то же самое ну я тут написал а я тут все написал что предел равен нулю да ну теперь пишем так как эпсилон больше нуля произвольное произвольное то это доказывает утверждение ну давайте читать для любого эпсилон существует такой номер что супремум меньше эпсилон ну и что и требовалось доказать последовательность это и означает что последовательность стремится к нулю по определению теперь доказываем противоположную сторону что мы там должны сделать она еще и проще будет смотрим вот сюда вот что тут написано тут написано а вот сюда что некая последовательность стремится к нулю ну тогда я говорю для любого эпсилона существует такой номер что для всех номеров для всех номеров которые не меньше чем н выполняется теперь я должен взять значение элемента последовательности еще раз ребята вот это вот все или число или плюс бесконечность ну тогда выполняется что супремум ох ох длинно писать вот так да потом по x большому меньше эпсилон ну не надо здесь еще раз палки ставить потому что да потому что они уже тут стоят но теперь я говорю так что ежели супремум вот этой разности по x меньше эпсилон то это и означает что для любого x эта разность меньше эпсилон отличие только в том состоит что здесь из меньше строгого строгость сохраняется а когда в другую сторону переходили строгость исчезла но для предельного перехода повторяю это не принципиально потому что эпсилон произвольный ну отсюда вытекает выполнение 1 вот этого вот 1 все доказали так теперь доказываем пункт второй теперь доказываем пункт второй ну давайте доказывать так из первого давайте докажем что вытекает второй ведь первый же эквивалентен уже мы доказали равномерной сходимости значит ежели выполнен пункт первый то супремум супремум как мы сказали стремится к нулю правильно но если супремум стремится к нулю то тогда и для любого аргумента это правда ну я не знаю что тут доказывать еще раз здесь здесь предел супремума по иксу при n стремящей к бесконечности равен нулю но когда мы перебираем все иксы то мы тем более перебираем и вот этот иксен который предлагается ну то есть вот это вот ну я не знаю по логике по по логике записи так что ли тут написано для всех это справедливо а тут написано для некоторых иксен значит это верно а вот в обратную сторону как доказывать будем а вот в обратную сторону будем доказывать от противного что это означает что это означает допустим что вот это требование выполнено и тем не менее тем не менее один не выполняется и тем не менее один не выполняется я сейчас запишу отрицание давайте напишем отрицание отрицание или один или чего или ну давайте или определение давайте напишем определение значит в обратную сторону я буду доказывать следующее что допустим допустим два выполняется а определение не выполняется тогда мне надо взять отрицание определения ну вот я сейчас буду это переписывать отрицание определения как же оно выглядит отрицание определения есть такое число ε нулевое больше нуля дальше что что какое бы n мы не взяли натуральное дальше наверное найдется да найдется номер он написал только давайте я напишу сначала вот это а потом вот это найдется номер который будет не меньше чем n и найдется x а раз он найдется этот x то я его назову xn потому что он будет связан с этим номером дальше что будет выполняться такие что f дальше не вижу ребята ага fn от xn минус fn нет f от xn не меньше чем ε нулевое вот это отрицание но что же мы получили давайте смотрите но мы заодно получили и противоречие с вот этим требованием потому что у нас возникла последовательность мы определили последовательность чисел какую последовательность xn для которой выполняется вот такое неравенство а было сказано что какую бы последовательность не бери а предел должен быть равен нулю а там написано предел не равен нулю потому что подперлись снизу константы это противоречие вот собственно и все нам осталось последнее нам осталось доказать критерий каши критерий каши доказываем доказываем какую сторону ну давайте доказывать так пусть определение равномерной сходимости выполнено тогда тогда мы делаем так как делаем всегда я беру вот эту вот штуку вот эту штуку fn от x минус fn плюс p от x и между вот этими двумя значениями вставляю предельную функцию неравенство треугольника так плюс f от x минус fn плюс p от x а дальше говорю поскольку у меня происходит имеется равномерная сходимость то тогда вот эта разность сколько угодно мала и эта разность мала почему ну потому что мы выбрали номер достаточно большой а этот номер еще больше ну я могу написать плюс ипсилон до ипсилон равняется 2 ипсилон а могу поиграться в ипсилон пополам это не принципиально итак что же я получил я получил следующее из вот этого длинного определения посмотрите вот видите вот оно где все справедливо для любого икса для любого икса я получил что для любого икса вот эта разность оценивается ну двумя ипсилон если номер н достаточно большой ну а номер п любой но это и говорит о том что вот это условие каши выполнено эй где вот условие каши вот оно условие каши вас не должно смущать наличие тут эпсилона там 2 эпсилона почему стандартные слова эпсилон произвольное число этого достаточно чтобы не пугаться что тут стоит эпсилон а там 2 а вот теперь другую сторону будем доказывать мне нравится такое хорошее рассуждение доказываем другую сторону мы говорим так пусть условие каши выполнено условие каши выполнено это я хочу доказать где-то мои условия каши вот оно тогда я фиксирую тогда тогда для любого х принадлежащего х большого фиксированного выполнено условие каши для числовой последовательности числовой последовательности какой а мы уже писали fn от x вот как только я поставил сюда букву x фиксированное число у меня возникла числовая последовательность а то что тут написано вот это как только я зафиксировал x превращается в условие каши но тогда я говорю буду спекулировать тем что я знаю и тогда я говорю существует предел fn от x который я по определению назову f от x это определение будет это какое-то число оно существует по критерию каши мораль возникла некоторая функция правда ведь какая как результат по точечной сходимости пишем f от x это по точечный по точечный предел последовательности fn уже хорошо а теперь торжественный момент я смотрю опять на определение которым пользовался и говорю вот это вот правда вот при таких условиях и что здесь написано что это правда для любого натурального p правда ведь тогда пишем вот здесь я буду писать в условии каши ну давайте назовем звездочка вот оно условие условия каши звездочка напоминаю я сейчас им пользуюсь условием каши как как тем которое дано переходим к пределу когда p стремится натуральное число плюс бесконечности p здесь может быть любым вот давайте смотреть что произойдет произойдет следующее вот этот номер уйдет в бесконечность а мы знаем что когда он уходит в бесконечность у нас возникает предельная функция результат поточного предела тогда мы получим давайте посмотрим что же мы получим fn от x минус f от x меньше либо равно и при предельном переходе я должен быть честным и дописать здесь еще знак равно ну а теперь читаем все заново что у меня осталось от условия каши для любого и есть такой номер что если брать номер побольше вот этого уже нет и любой x то вот это правда ну так это это и есть равномерная сходимость потому что это правда для любого x ну все доказали хорошо значит это мы с вами критериями разобрались теперь у нас будет теорема о свойствах равномерной сходимости свойства равномерной сходимости давайте я вот это вот вытру а здесь свойства напишу теорема свойства равномерной сходимости функциональной последовательности это свойства понятные и доказательства их несложные я их вас попрошу самостоятельно доказать свойства первое если функциональная последовательность сходится равномерно на x то для любого подмножества x с волной она тоже сходится равномерно равномерно и так сужая множество мы не теряем равномерной сходимости значит еще раз если мы заранее знаем что на x есть равномерная сходимость то на множестве которое уже тем более ну что тут доказывать ну я не знаю смотришь сюда и говоришь если это правда для любого x из x большого то это тем более правда для x с волной надлежащего так второе утверждение если функциональная последовательность сходится равномерно на x1 и на x2 по отдельности то она сходится равномерно на x равном объединению сразу докажу или объясню или докажу вы говорите беру первое x1 по любому епсилон я найду тут какое-то натуральное число n1 зависящее от епсилона и для x1 все хорошо потом я возьму множество x2 и для того же епсилон найду номер n2 а теперь я из двух номеров n1 и n2 выберу больше и у меня все получится то есть чего-чего нет для объединения Ванечка а я не знаю почему у вас это вызывает беспокойство для пересечения это неинтересно потому что это попадаем в пункт номер один ну хотя бы из этих соображений неинтересно а почему для объединения ну я объяснил для x1 вы выберете n1 зависящее от епсилона для x2 n2 потом из двух номеров выберете больший и скажете буду брать n малые которые не меньше большего из двух номеров и все получится да ну я не знаю давайте картинку нарисуем хотя это конечно не доказательство вот это допустим x1 это x2 вот вы получили понимаете мы же не обсуждаем какая предельная функция непрерывная или разрывная это не важно ну вот вы допустим получили здесь график какой-то и вот вы говорите вот это предельная функция на множестве x1 а это предельная функция на x2 а дальше вы говорите я беру здесь эпсилон трубку беру здесь эпсилон трубку подбираю такой номер чтобы попасть вот сюда и попасть вот сюда а теперь я определяю функцию каким образом ну вот таким и все у меня получается так и пункт номер 3 если если последовательность fn равномерно сходится к f и последовательность gn равномерно сходится к f на x на x это важно и последовательность gn равномерно сходится к g на x то тогда для любых двух чисел альфа-бета принадлежащих x выполняется последовательность альфа-ф n плюс бета g n равномерно сходится на x к к альфа-ф плюс бета g ну сами все эпсилоны там напишите все слова произнесите что-что вот так это для любых двух чисел и область определения здесь ни при чем это коэффициенты на которые мы умножаем функции и так есть две числовые две функциональные последовательности одна сходится равномерно и вторая главное что сходится на одном и том же множестве тогда мы можем брать их линейную комбинацию рассматривать ее на том же множестве так она равномерно сойдется к линейной комбинации этих двух все доказывайте сами ну теперь самое важное зачем вообще все это нужно идеология такая когда у вас когда у вас когда у вас имеется равномерная сходимость последовательности то сохраняются хорошие в кавычках свойства функции из этой последовательности вот давайте вспомним самый первый пример мы рассматривали последовательность их степени n там где она поточечно сходится от минус 1 до 1 ведь на этом промежутке она она эта последовательность поточечно сходится отходится теперь каждая из этих функций непрерывно ну конечно а результат был какой результат поточечной сходимости если вы помните был такой f от x равнялась 0 когда x от минус 1 до 1 не включая и 1 когда x равно 1 то есть результат сходимости поточечной оказался разрывным график выглядит вот так о я его еще раз нарисовал вот это график потеряли непрерывность точки 1 но правда мы и заметили что на вот этом множестве равномерной сходимости нет а теперь теорема которая объясняет когда бывает хорошо теорема о как там красиво наверное написано о сохранении о сохранении теорема о сохранении непрерывности при равномерной сходимости пусть функции fn непрерывны 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 на x и пусть fn сходится на x равномерно к функции f вот этот значок означает равномерное сходимость тогда функция f непрерывна на x о как сохранили непрерывность доказательством что такое f непрерывно на x вот как это понимать ответ очень простой как вы надеюсь помните это означает что эта функция непрерывна в каждой своей точке правильно поэтому сделаем так давайте возьмем любую точку x ноликом принадлежащую x давайте мы ее зафиксируем и давайте докажем что f непрерывно в точке x 0 ставлю вопрос это мы хотим доказать значит доказывать мы будем идя в обход давайте напомню определение что это означает непрерывность это означает следующее для любого epsilon больше нуля существует такое дельта что для всех x из дельта окрестности точки x с ноликом ну пересечении и с x большое дел функции когда x стремится к x нулевому оставаясь в области определения это x большое равен f от x нулевое то есть просто подставляем аргумент вот сюда так я это расшифровал и вот я хочу добиться вот этого неравенства как мы его будем добиваться ну вот в обход будем идти долго-долго значит я буду писать сначала вот эта разность а потом я буду говорить так давайте сюда вставлю промежуточное слагаемое вставляю сюда вот что пишу f от ну наверное вот так f от x минус fn от x ну если я вычел то наверное надо было добавить хорошо а это буду сравнивать с fn от x нулевое но если я это вычел то это надо добавить а тут а тут что будет а тут будет f от x нулевое вот так раз два три правильно раз два три замечательно замечательно теперь я буду добиваться вот этого эффекта я скажу так беру любой эйсилон да больше нуля вот потом я смотрю вот сюда эй не куда вот сюда вот сюда вот сюда и говорю или на края смотрю давайте на края смотреть и говорю следующее у меня последовательность fn по условию как сходится равномерно правильно поэтому по эпсилон я могу добиться чего я могу добиться того что найдется такой номер для которого ребята вот эта разность меньше эпсилон на 3 и эта разность меньше эпсилон на 3 и меня не смущает что тут какие-то иксы таинственные а тут фиксированный икс ведь для равномерной исходимости разность мала лишь бы номер был достаточно велик вот это принципиальный момент итак найдется такой номер что f от x fn от x важно что x одно и то же меньше эпсилон на 3 и fn от x нулевое минус f от x нулевое тоже меньше эпсилон на 3 это в силу равномерной исходимости прекрасно теперь когда я выбрал такой номер n вспомогательный такой большой номер я его выбрал и зафиксировал я перехожу вот сюда и говорю у меня имеется функция с номером n она какая непрерывная а если она непрерывная то для нее вот это правда только тут надо писать не f а f с номером n ведь она же непрерывная раз она непрерывная то вот эта разность меньше эпсилон на 3 как только дельта достаточно мало ну как мало ну вот уже сказано что для непрерывной функции по эпсилон дельта найдется ну таки все давайте теперь посмотрим что же у нас в результате получается я беру любое число эпсилон потом выбираю вспомогательный номер который не играет принципиальной роли но он найдется по этому номеру у меня вот эти два слагаемых дадут меньше чем 2 эпсилон на 3 и когда я выбрал номер я выбираю дельта такое чтобы для всех дельта для всех иксов из дельта окрестности вот эта разность по модулю была меньше эпсилон на 3 в результате я получаю то что хочу как это выглядит на картинке довольно длинно кстати на картинке это выглядит вот как вот график предельной функции дальше мы говорим следующее выбираем любую точку х0 и я говорю хочу чтобы существовала такая ее окрестность чтобы как только я попал в эту окрестность так сразу расстояние было мало тогда я делаю таким образом я загоняю нет не загоняю я погружаю график в эпсилон на 3 трубку вот это у меня трубка это трубка которая дает мне здесь эпсилон на 3 потом я в этой трубке нахожу любой график рожденный функции F с номером N вот это вот у меня будет F с номером N после чего я говорю следующее как я сравниваю как я сравниваю ребята вот эти два ох они у меня такие близкие что их трудно сравнить я перестарался ну давайте вот так нарисуем вот так значит как я сравниваю значение F от X и значение F от X нулевой долго-долго я сначала говорю так я сравниваю F от X с Fn от X а где ж ты моё Fn от X а вот оно ты эй где ты у меня в трубку попала вот 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 с этим сравниваю но этот этот зазор будет у меня меньше epsilon на 3 потом я сравниваю Fn от X с Fn от X нулевое то есть вот этот зазор сравниваю но он будет мал если вот это расстояние достаточно мало потому что функция Fn непрерывна и самое последнее я еще беру теперь и сравниваю Fn в точке X нулевое вот эта точка с точкой F от X нулевое вот то есть в результате я хожу так я хожу отсюда сюда потом хожу сюда а потом сюда то есть долго хожу но мне этого хватает все равно все три кусочка дают малый результат ну замечательно теперь когда мы получили базовую теорему вот она самая идеологически важная мы будем легче получать все остальное значит что мы сейчас получим во первых мы получим красивое следствие оно выглядит так ребята следствие о перестановочности предельных переходов смотрите там предел Fn от X когда n стремится к бесконечности а потом когда X стремится к X нулевому это то же самое что вот что мы обсуждали с вами проблему перестановки предельных переходов и говорили что это нетривиальная ситуация и не факт что переставив в порядке мы получим один и тот же результат так вот эта теорема которая доказала вот что она говорит кстати вот что такое вот это это есть F от X нулевое в силу чего нет Fn от X нулевое вот в силу непрерывности поскольку функция непрерывна то переходя к пределу мы получим просто ее значение а теперь еще раз предельный переход и мы получим Fn извините F от X нулевое вот что мы получим а с другой стороны когда я буду переходить здесь к пределу то я получу предельную функцию F от X а что тут написано а тут написано она непрерывна мы же это доказали по теореме а раз ты непрерывно то переходя по аргументу к X нулевому мы получаем F от X нулевое что и требовалось доказать ну вдумайтесь в эту перестановку это полезно следующая теорема наверное о законности интегрирования будет теорема да об интегрировании теорема об интегрировании вот я не знаю пусть определение будет а вот эту красоту я уберу теорема об интегрировании теорема звучит так об интегрировании пусть FN равномерно на X сходится к F пусть X0 не на X ну чего это я умничаю на AB ребята дело в том что если я буду интегрировать то мне нужен отрезок а никто не сказал что здесь это был бы отрезок это мог быть и промежуток и какие-то множество более сложной структуры вот видите я тут написал пересечение дельта окрестности с областью определение а сейчас мне нужен отрезок и так пусть последовательность FN равномерно сходится к F на отрезке пусть для любого FN как в предыдущей теореме непрерывная функция хорошо дальше пусть X0 принадлежит отрезку AB произвольная фиксированная точка тогда функция F N большое от X по определению равная вот такому интегралу обратите внимание по верхнему пределу равномерно сходится к функции F от X равной по определению вот так вот так и вот так вот что тут написано жили себе функции определенные на отрезке они были непрерывные их можно было интегрировать в результате из последовательности FN где F маленькие буквы появилась новая последовательность где F большие буквы вот такая далее по условию данная последовательность равномерно сходится к какой-то функции F а мы знаем что она какая будет по предыдущей теореме непрерывная непрерывная а раз она непрерывная то ее тоже можно интегрировать так утверждается что в результате интегрирования новая последовательность равномерно сойдется к результату интегрирования в пределе доказательство оно простое потому что мы слишком много потребовали доказательства что я должен сделать ребята ну вот определение я не вытер надеюсь не вытер я должен сравнивать значение функции с номером n с результатом для любого x только в данном случае у меня будут не маленькие буквы а большие вот я пишу F n от x минус F от x по модулю равняется палки ставим дальше я должен написать вот этот интеграл минус этот интеграл но интеграл линеен поэтому у меня будет интеграл вот такой и виноват F n от x минус F от x неправда буква t нужна мне здесь иначе я запутаюсь dt а тут скобки а дальше я сделаю вот как я эти палки погружу вот сюда через неравенство и скажу такие слова поскольку F n стремится к F как равномерно то у меня вот это вот видите epsilon выскакивает и у меня здесь получается epsilon кстати строго почему потому что а при интегрировании может быть не строго виноват строгое неравенство при интегрировании может дать не строгое так пускай будет epsilon а тут останется интеграл от x нулевого до x палки надо оставлять почему внешние ну никто не сказал что этот x больше этого x нулевого то есть надо ставить палки и внешние и внутренние так а это в свою очередь меньше чего epsilon b минус а ну а теперь давайте посмотрим что же мы получили мы получили следующее для любого epsilon есть такой номер что какой x не бери вот тут нету никакого x вот его нету здесь он исчез вот здесь x уже нету какой x не бери для всех номеров достаточно больших вот это разность по модулю меньше epsilon на b минуса но поскольку epsilon произвольное то это произведение то это произведение играет такую же роль как и вот это epsilon в определении теперь как это красиво записывается как это красиво записывается при фиксированных пределах пишем следствие если x нулевое а а x b то тогда мы смотрите что получаем мы получаем следующее предел интеграла от а до b f n я уже могу исчезать здесь букву x потому что у меня ее здесь нет при n стремящемся к бесконечности равняется интегралу от а до b а что такое f f это результат предельного перехода то есть я могу написать здесь вот так предел f n от x вот что получается и я говорю так передо мною перестановочность двух предельных переходов что такое интеграл это предельный переход риммана а это предел по последовательности а тут наоборот предел по последовательности а потом предельный переход риммана Значит, это тоже теорема о перестановке двухпредельных переходов. Значит, надо привыкнуть к тому, что большинство, много, скажем так, технических важных утверждений в математическом анализе – это утверждения о перестановке, о законности перестановки двухпредельных переходов. Если вам вот эта запись не нравится, то вы можете ее завершить и написать вот так, пожалуйста. Потому что предел Fn – это F. Ну и последняя теорема. Значит, была теорема об интегрировании, значит, будет теорема о дифференцировании. Вот я напишу. Сколько осталось до звонка? Ну, я думаю, нам хватит. Итак, теорема о дифференцировании. Вот так. Значит, теорема звучит следующим образом. Пусть у нас имеется последовательность функциональная, где функции Fn принадлежат классу C1 на отрезке АВ. То есть, это означает, что сами функции непрерывны. Их производные непрерывны. А производные на концах понимаются как односторонние производные. Это первое требование. Требование второе. Существует такая точка X0, число, принадлежащее отрезку, что существует предел Fn от X нулевое, когда n стремится к бесконечности, и этот предел равняется, ну, А, допустим. То есть, для одной точки числовая последовательность значений сходится. Третье, жесточайшее требование. Последовательность производных, вот как это было вот здесь, но последовательность производных равномерно сходится на отрезке АВ, какой-то функции G. Таинственной функции G. Тогда первое. Fn равномерно сходится к некоторой функции F, равномерно где? Ну, на отрезке АВ, к некоторой функции F тоже этого же класса, то есть, непрерывно дифференцируем на функции. Но этого мало, и мы догадываемся. Второе. Второе. F от X нулевое, это как раз вот это самое А. Ну, и третье. Производная F от X, это в точности данная функция G. И это правда на B. Вот как. Вот что тут сказано? Тут сказано следующее. Возьмите последовательность хороших функций. Хорошие в данном случае. Мало того, что сами непрерывные, так у них еще и производные непрерывные. Потребуйте, чтобы в одной точке была сходимость. Потребуйте, чтобы производные равномерно сошлись. Тогда предельная функция гладенькая. И та функция, к которой вы пришли, это и есть предел предельной функции. Ой, я оговорился. Производная, я оговорился. И та функция, к которой вы пришли, имеет в качестве производной предельную функцию G. Так, хорошо. А давайте я сразу следствие напишу, как оно красиво выглядит. А выглядит оно теперь так. Тут все время была обещана перестановочность предельных переходов. А мы теперь так напишем. fn от x штрих сейчас плохо написал предел надо написать предел fn штрих от x когда n стремится к бесконечности равняется пределу fn когда n стремится к бесконечности штрих. Вот это другое дело. О! И перед нами опять два предельных перехода и мы их поменяли местами. А где это правда? А на ab это правда. То есть это рождественная правда. x можно брать любым из ab. тут написано следующее. Берите функцию fn и осуществляйте предельный переход. Ведь что такое производное? Это результат предельного перехода. Помните такое? Производное это предел отношения бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А теперь убегайте по номерам в бесконечности. Каков будет результат? Но он будет такой же оказывается в этих условиях только в этих условиях. Нет, не только. Вот это достаточные условия. Я оговорился. Вот при этих условиях это результат будет такой. Сначала убегайте по номерам, получите предельную функцию, потом ее дифференцируйте. Доказательство. Доказательство ворует предыдущую теорему. Давайте мы на ряду вот на ряду, на ряду с последовательностью производных рассмотрим последовательность функций f от x с номером n равных по определению интегралу от x нулевое до x f n штрих t dt. Ну, обратите внимание, вот что я сделал, ребята, а это доказательство вытер, да? Или не вытер? Вытер, да? Когда я доказывал да нет, вот посмотрите сюда, вот сравните, пожалуйста, вот эту запись, вот с этой записью. Я применяю условия теоремы об интегрировании, но только не для функции с номером n, а для ее производности. И говорю такие слова. Для последовательности вот производных предыдущая теорема выполняется? Ну, тут написано, что вот эта последовательность должна сходиться равномерно, да, сходится. Далее. Они должны быть непрерывны. Ну, конечно, вот эти непрерывны, потому что это непрерывно дифференцируемо. Берешь любую точку, ну, взяли любую точку, и тогда вот это правда. Ну, тогда у нас что получается? Тогда у нас равномерно вот эта последовательность должна сойтись к чему? Вот к такому результату только вместо f должно стоять g. g от t, dt. теперь давайте посмотрим, а что это за интеграл такой? Ну, это интеграл, который можно взять, потому что тут стоит производная. И тогда я начинаю его брать под ньютону лебницу и говорю, что это есть f, не надо штрих, fn от x минус fn от x нулевого. Ну, и судя потому, что я написал, вот такая функциональная последовательность равномерно сходится на a, b на a, b по x к чему? К вот этой последовательности. Ой, я виноват. К этой функции. Я уже устал. К этой функции сходится. Прекрасно. Теперь давайте смотреть так. Мы можем трактовать вот эту числовую последовательность как частный случай функциональный. Восвользоваться теоремой о линейности. Где это она там? А вот эта теорема о линейности. И сказать, что такая равномерная сходимость означает такая равномерная сходимость означает, что fn от x равномерно сходится к какой функции? fn x нулевое. Стоп. Предел fn от x нулевое. Вот это другое дело. и плюс интеграл от x нулевое до x g от t dt. Но мы знаем, что этот предел существует и чему он равен? Он равен а большому. Это есть а большое. fn равномерно сходится к числу а плюс x нулевое x g от t dt. Мы все доказали. Почему, ребята? Мы доказали следующее. Пункт первый. Функция сходится к какой-то таинственной. Вот она. Пожалуйста. Это вот и есть f от x. Дальше чего мы говорим? Якобы это предельная функция в точке x нулевое равномерно в ноль и я получу а. И, наконец, последнее. Якобы предельную функцию можно дифференцировать. Я смотрю на нее и говорю вот ты функция. Ты функция константа плюс верхний предел. Правда? А под знаком интеграла непрерывная функция. Тебя можно дифференцировать? Можно. Буду дифференцировать. Значит, я теперь дифференцирую вот эту функцию. Константа уходит в ноль. А тут я получаю g от x. Все. Я хотя забрал ваше время, зато я весь план выполнил. Значит, ребята, напоминаю, что мы с вами встречаемся через две пары. На четвертой паре сегодня. Так что я вас сегодня анализа доконаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok